А именно я бы хотел рассказать о двух теоремах, про объемы таких многообразий, одна принадлежит Виттону и она широко известна, другая принадлежит Резникову и, видимо, она не так широко известна, но она очень интересна Ну где-то нет, пусть σG это поверхность розы G G это связная, компактная, простая, односвязная группа ЛЕ с ТНЦ Ну, это будет единственный пример, который она будет известна Ну, дальше определим пространство Унагообразие представлений на фоналитальной группы M, G, O, G, O, G, O, G, O, G, O и группы ЛЕ И это просто все галоморфизмы P1σG в группы ЛЕЖ по модулю сопряжения Галоморфизм в группы ЛЕЖ по модулю сопряжения Галоморфизм сопряжения Ну и это то же самое, что просто наборы из 2G матриц A1, B1, AG, BG, G2G Такие, что это произведение коммутатора в одной единисной матрице Опять же, по модулю одновременного сопряжения все от матриц в какой-то одной матрице нет Так же будет интересно рассмотреть скрученную версию этого многообразия Для этого мы выберем центральный элемент в группе ЛЕЖ Центральный элемент И рассмотрим скрученное многообразие представлений У него будет параметр Мирон группы ЛЕ и центральный элемент в группе ЛЕЖ И это такие же наборы из 2G матриц A1, B1, AG, BG Такие, что произведение коммутатора все равно не единице, а вот этой матрице А6С 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 Опять же, по модулю одновременного сопряжения все к матрице 1 мм Ну и есть альтернативные определения 1 мм На разных этапах доказательств нам будут полезны разные версии Ну, давайте зафиксируем группу Теперь у меня будет группу G равна fn Вот этот вот элемент асом будет Ну, собственно, только два варианта Если бы либо ас единичный Либо ас это порождает центр звуковой fn Который, я напомню, не замочен просто zlm Элемент, порождающий центр это e в степени 2pi поделить на n умножить на звучную звуку e обозначает звучную звуку Вот В таком случае обычное многократное звуковой представление mxl это то же самое, что множество плоских связанностей на главном же расслоении ну, на тригале на главном же расслоении тип mxl а модуль и калибру я позже расскажу подробнее, что это значит и есть более логико-геометрические определения это равенство оно довольно легкое я его сегодня объяснил наверное, оно принадлежит ас еблок а целое равенство принадлежит на симптоме если шаги и оно дает алгебогеметрическое определение дискурки это то же самое, что пространство модулей полустабильных уголмотных расслоений ранг n а стереально фиксированное стереально фиксированное металлиматное сновидение ну, по модулю замок поможем и такое же альтернативное определение доступно и для скрученной версии когда вместо единичного элемента я ставлю центральный элемент е 2 перейдет перейдет на единичную адресу это то же самое, что плоские связанности на главном g расслоении на главном psun расслоении, а nsg, который имеет класс черно равный и я тоже объясню, что это значит в дальнейшем. Главное, что если есть группа sun, теперь появилась группа psun, т.е. qn-пактор процент. Плоской связанности на этой штуке, по модулю колебану. И это то же самое, опять же, по нерасимплану Сишадри, что расставка модулей полустабильных голомощных расслоений здесь я делаю многоточие, то же самое, что и здесь расслоение ранга n с фиксированным терминантом, но теперь который имеет класс черно равный 1. с фиксированным терминантным расслоением, у которого у вас черно равный. По модулю зима. Почему такое зима, а не зима? Ну, потому что все центральные элементы сопряжены для освоения. Ну, для освоения. А, ну извиняюсь, все те, которые образуются в генерирую центр. Т.е. если бы здесь был элемент меньшего порядка чем n, то класс черно равный будет. Т.е. можно брать любое 1.2, то здесь можно брать любое 1.2, а здесь не обязательно 3.2, а любое 1.2. Т.е. следует, что лобой куча m, g, r, t, s, v, n, это проективная многообразие. Ну, в частности, на его регулярной части есть хеллеровая симметрическая форма. Просто ограничение канонической формы на cp. И также еще один факт. И еще один факт, то что здесь у меня были полустарбинные расстояния с фиксированным тренантным расстоянием, который подкрепляет 0 класс черный. А здесь у меня должен быть тренантный расстояние на 1 класс черный. Любой, не личный. Любой. Любой, не черный. Ну ладно. И еще один факт, то что чем лучше скрученное многообразие представлений, чем обрученное? Тем, что она гладкая. Значит, если h равно e, 2, i, n, в единственную матрицу, то m, g от s, v, n, гладкая. Напротив, стандартное многообразие представлений на гладке не будет. Тем не менее, в обоих случаях имеет смысл говорить об объеме гладки. Ну, симблилическая форма задает форму объема на регулярные части многообразия, и я могу ее поинтересовать и получить часть. Ну, оно окажется конец. Эта симблилическая форма, ее всегда можно образить через букву Омега. И она сейчас называется симблилической формой Ати-Ботта-Болдена. Теперь я подсажу первые из двух тиарем, которые я хотел бы распределить. Это тиарем Ати-Ботта-Болдена. Я думаю, что вначале я ее сформулировал для Су-2. Я напомню, что зета-функция, обычная зета-функция, это сумма единицы на этот тип единицы на натуральном числе. А эта функция, Редакин, создается такой формулой на только сумму знака через будущее. И теорема Виттина для Су-2 говорит, что объем mGn от Су-2 равен... Ну, давайте я еще раз напишу, что это такое. По объявлению, это интеграл от помега n на n бактериал. Где это размерность этого мегабразия, комплексная. Ну, по основному от помега. Ну, или по его регулярности. Где n это размер от мегабразии, которая равна х х, то есть движение на 2, на размерность у них ниже. Размерность Су-2 равна х. Так вот, этот объем, он равен просто этой функции, которую посчитали в точке 2g-2. А объем скрученной версии, здесь в качестве раз вводим на просто минус единичная матрица, он будет равен, с которой по определенной форме он будет равен этой функции в точке 2g-2. Вот, теперь я напишу общую формулу. Она тоже будет иметь резко-числовую природу. И там тоже будет появляться какая-то сумма. У кого-нибудь есть догадки, какие примерно объекты, ну, что появится в этой сумме, в каком-нибудь аналоге из этой функции, который будет вычислять объем о многобазе пристроениях для оси. Ну, хорошо. А, вы уже все знаете? Ну, я верю на курсы, про мою си Z, поэтому это самый последний год. В случае, да, определим, если G, это группа ликокральная, односвязанная, конечный центр, компактная, простая. Я определю Z-функцию G, ну, H центральный элемент. Z-функцию для группы G таким образом. Это сумма по всем неприводимым представлениям группы G, единицы на размерность этого неприводимого представления в степени s. И умножить на х ламда от h поделить на еще до совмета х ламда. Сейчас я объясню, что это такое. Если х ламда у нас объяснило, это равно единице, если h равно единице. не исключенное, то эта функция будет просто сумма единицы на размерность всех неприводимых представлений в степени s. Характер это функция из G в C, ну, для центрального элемента это будет функция G в F, характер. Я расскажу о ней с вами. Теория мобильта на ручший битик говорит, что объем G в C, в C, в C, в C, в C, Здесь я допустил небольшую ошибку, здесь будет Z-функция умноженная на что-то там, она будет в общей цели, это будет Толичество метров в центре группы G умножить на объем группы G в степени 2G-2 умножить на Z-функция, точке 2G-2 На самом деле здесь я должен был умножить на звездочку, где звездочка это вот это выражение Что такое еще раз там Zg-rc? Да, Zg-rc, который по предположению конец А что такое объем группы G? А объем G? Уже есть бим-вариантные обмеры? Есть, да. Да, объем это объем G. Да, это объем G. Да, это объем G. Да, это объем G, это объем G, это объем G. Я думаю, что чтобы определить симпатическую структуру на пространстве модуля, я думаю, что зафиксировать формы килинга G. Да. То есть при определенной симпатической формы тоже мы будем формы килинга G. Да. Ну, спасибо. Ну, теперь я расскажу вторую тарелем, тарелем резинку вам. Сейчас, а это годится в принципе только для любой компактной полупространки? Да. Ну, она должна быть односвязной. Ну, хорошо. Ну, он неизвестно. Да. Ну, полупространки. Да. Тарелем. Значит, стараясь из двух теорем, которые я хочу сегодня рассказать, с теорема резинка, наверное, немножко... А наиболее то, что если P делит G минус 1, и она достаточно маленькая, а именно P на P минус 1 меньше чем G, ну и группа опять равна S n, подкурска либо единичная, либо примитивная. То объем G, объемом G от G, по нормированной умноженной M по 9 на 4 по 10 степени. Я разбьюсь, мы сейчас откуда берем с этим углом. Давайте я запишу, что это то же самое, что нифига единицы на четыре пи квадрата омега в течение мира. То есть, этот интеграл отличается от этого двумя вещами. Во-первых, я не поделил его на N в териал, а во-вторых, я форму самую поделил на четыре пи квадрата. Почему я поделил на четыре пи квадрата? На самом деле, потому что известно, что омега на четыре пи квадрата с эластичными. Доказали, что теорема Рейнникова используется довольно простую отгибаческую топологию, и оно будет серьезно использовать свою форму с эластичными. Я думаю, что этот факт, возможно, доказан с этими самыми. Теорема Рейнникова говорит о том, что для достаточно маленькой p, которая делается за у нас 1, вот этот вот объем, который задается до этой функции Вильтона, делится на p. Таким образом, она дает нам какое-то теоретико-числовое утверждение. И в случае группы Су-2, когда функция Вильтона является обычной и обязательной функцией, теорема Рейнникова совпадает с известной теоремой фон Штаута делимости чисел Берноль. А Вильтон плюс Рейнникова дает следующее вещь. Фон Штаута о том, что 3m в факториал поделить на 2m в факториал на условие 0 и 2m делится на p, где m это же m1 и условие на p то же самое, что в теореме Рейнникова. И, насколько я понимаю, для Су-1 это утверждение в теореме Рейнникова вроде как нет. Сейчас я перейду к доказательству теоремы Вильтона. И перед этим я просто расскажу общие вещи про плоские связности и про то, почему многообразие представлений фундаментальной группы поверхности это то же самое, что про пространство мобилей и плоские связности. Если у вас есть какие-то вопросы по формулировке, я могу написать. Ну, окей, тогда я перехожу. Тут будет довольно много... Значит, мои глобальные цели сейчас будут дать теоремы. Но сейчас я расскажу такие вещи, которые довольно ценности про пространство мобилей и пространство мобилей и пространство мобилей. Ну, давайте найдем определение. Значит, я буду работать главными объявлениями. Это локально-привиальное расстояние Е с какой-то базой Сигма, которая для меня будет интересен только в случае, когда база это поверхность рода Ж. И она с действием группы Ж на тотальном пространстве. И это действие должно быть свободно и транзицировано в слоях. То есть, каждый слой это числевляется экономически с группой Ж, как только я сфиксирую одну точку на этой слоях. Короче, главные же расстояния. Ну, я сразу делаю замечание, что топологически все главные же расстояния над поверхностью они находятся во взаимодостаточном соответствии с P1 Ж. В частности, если думать о группе, которая меня интересует, это SQN, одна связана, то любой ажер-кламный ажер-остояние древянный. Но язык, на котором мы будем определять связанности и так далее, он, в общем-то, я думаю, не станет проще от того, что я стану писать Сигма на Ж-остое. Это замечание довольно просто доказывается. Я просто могу взять эту сферу с ручками и взять у нее маленький диск. Тогда на этом диске расстояние древиальное. и на поверхности минус. То есть, мое расстояние тоже будет тривиальным, если группа уже просто связана. И, соответственно, мое расстояние просто задаётся тем, как я склеиваю два тривиальных труста вболь границы этого диска. А стройка задаётся аниматом P1. Теперь я определяю связанность. А это вариантный выбор для каждой точки из Е. Простанство, так назовём, горизонтального пространства т, а, 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 е, который, касается астаста, к е, который дополнительно, который там связан к слоням. Дополнительно к т, а, е, е, по определению висок и нападающим сигналом пространства. Как можно себе представить эту картинку? Вот у меня есть слой. Сюда я беру точку. В нем есть TH. Я просто выбираю к нему дополнительную плоскость. И этот выбор должен быть G. То есть, если я возьму другую точку на том же самом слое, это была точка E, это была точка E3, то от одной к другой я могу перейти с помощью действия группы G. А вот этот TH и этот TH. В выборе этих TH заключается выбор связанности. И мое требование, что эти два TH отличаются друг от друга действием DG. Это означает, что это выбор G. А теперь я вижу, что пространство всех ценностей – это афильное пространство. И сейчас мы поймем, каким векторным пространством оно сновидимое. Нам нужно делать определение, что если A – это связанность, а V – это вектор в базе, касательный вектор в базе, это σ. Если я зафиксирую какую-то точку в самом расстоянии, то я могу V – это вектор однозначно поднять. Существует единственное поднятие обострежкой из T, E, A. Вот это горизонтальное пространство вызывает верность. Такое, что Dp, то есть выручкой, равно V. Если я вам сейчас буду представлять, что если я теперь нарисую вот эти вот плоские пространства элементными, то если у меня есть вектор на базе, то я могу однозначно найти вектор в этом пространстве, который будет проектироваться. Это мой вот. Теперь путь A и R' B с разности. И V' и V' – это соответствующие им понятия одного и того же вектор. Давайте посмотрим на разность. Если я посчитаю Dp, то я получу 0. То есть они лежат в вертикальном пространстве. Если у меня было две связности, а не сдавать два вектор на пространство, я просто то же самое сейчас на картинки нарисую. А в третьих вектор, одно глинотальное пространство, второе. Я поднял один тоже вектор двумя способами. Теперь я вычислил их разность. И эта разность оказывается вертикальный вектор, то есть на самом деле он касательных слоев. Ну а что такое вектор касательных слоев? На самом деле я получаю по каждому вектору для любой точки E, то есть я получаю… и эти векторы будут Jp, то есть я получаю Jp на векторное поле на слое. А Jp на векторное поле – это то, на самом деле, что алгебра Ли 2p, то есть я на самом деле получаю элемент алгебра Ли 2p, является один формой на σ со значениями веекторного слоения АНГЕ. Я сейчас еще раз танцовываю правильнее. Я сейчас еще раз танцовываю правильнее. Укосу, если я объехал? Ну да. Ну да. Если у меня в случаях со скученными расстроениями, группа, которая у меня будет, это группа Fsv, поэтому там Fsv, а E – это расстроение алгебры Ли соответствующего главного расстроения. Отлично. Ну, теперь сделаем определение дифференциала ДРАВА. Если я это связан, то я могу определить ДРА – это отображение звуками G0, чуть молодая. Вомигальные сигналы. Но определить его так. Если S, если здесь у меня есть элемент S, то S – это то же самое, что S задает элемент S с цильдой, это уже вариант для отображения из J в алгебру Ли. Отображение из базы в алгебру, в это расстроение – то же самое, что и конкретное отображение света. И теперь возьмем композицию стегия проекция эго-деморкальная, это определение, которое ждет самой связанностью. И дальше я возьму дифференциалы, которые имеют С, в алгебру Ли. Теперь посмотрим на композицию. Композицию я возьму через D, A, 5,1,7. Эта вещь является J квадратным отображением из T, E, G. Ну, J квадратное отображение из T, E, G – это то же самое, что один флор моносигма со значением не поднял. Точно так же, как я точно знаю, что S само было J квадратным отображением. Точно так же, то есть, оно задает, элемент тревает. У каждой кривизны есть связь, ДА плюс 1 вторая квадратная. Но для нас важно, что дифференциал можно продолжить на отображении с Омегой и Омегой плюс 1. и он складывать равен ну, если и только если связность плоская. То есть, кривизнат равно ну. отлично, теперь теперь мы готовы связать эту историю с представлениями, эту историю со связностями с представлениями фундаментальной. ну, если А это плоская связанность, то она ждет гола на уме, которая является представлением P1сгма в другую полицию. И обратно, если у меня есть какое-то представление РО, связи 1сгма в G, то я могу сформировать главное G расслоение, если я возьму универсальное антибиции над Сгма, умножу его на G и профакторизую его по действию группы P1сгма, которая здесь действует экономически, а на G действует с помощью представления РО. Ну, и такой фактор, он будет главным G расслоением и более того, он будет содержать экономическую плоскую связанность, которая приходит от эстрегальной связанности на другую группу. Калибровочная группа у нас. Калибровочная группа у нас. Да, ну, а теперь нужно получить, значит, когда я рассматриваю пространство представления, я их фактализую по сопряжению. Представления, которые отвечают из сопряжения группы и по Сг, я считаю, одинаковыми, и мне нужно понять, какие плоские связанности я могу считать одинаковыми. Ну, и правильная понятия, где-то в основе можно показать калибровочные группы. это просто автоматизм и это просто автоматизм и это выросление. Автоматизм и язык. Ну и тогда теорема. Если мне главное это просто сечение. Ну, сечение сигмута на тени автоматизм. Моё пространство модулей, которые я придумал в многобазье представление, фонументальная группа, это то же самое, что плоские связанности. на главном Я это уже писал в начале, но я интересуюсь на сигму крест на сигму крест жерпо-моргик или бромочные группы. МЖ просто то, что составление искученных на центральной элементации это то же самое, что плоские связанности на главном G по центру G расслоения с классом черно равным где класс черно просто ну, если вы помните, главные расслоения с такой группой классифицируются элементами P1 А это то же самое, что центр Z, если группа изначально была непосредственность и те расстояния, которые меня интересуют типологически, они просто соответствуют тому центральному элементу, который здесь у меня стал теперь мы почти готовы определить синдетическую форму на пространственном рассловении, для этого нам немножко я бы хотел бы поговорить о локальной структуре пространственного представления нам нужно найти его касательно значит пусть вся это плоская связанность то есть А приэндрюф моему многократному скалу ну, тогда она задает свой дифференциал алгорам и в первом порядке деформация А это мы уже обсуждали деформировать А очень просто все деформации линейные потому что пространство просто линейная пространство двигано на сигмалит Омега-1 сигмалит значит деформации сохраняющие плоскость ну, свойства связанности быть несколькими это то же самое, что и ядро дифференциала ДРА которое идет из Омега-1 в Омега-2 а деформации которые приходят из колебровки то есть, которые дрянит факторы ну, вот вот какой-то фактор пришедшая в колебровку это то же самое, что образ де Аа то есть образ диперенциалов с Омега-1 таким образом Вот такое движение к косякному пространству, к косякному пространству к Пазарийскому, можно сказать. Д, А, прямо живя. Пазарийскому. А, это то же самое, что в первой гомологии в Сигма-Скрефе. Эти гомологии, конечно же, вот в этом стоило бы написать букву А, потому что дифференциал зависит от класса сервера, который я выбрал. Сейчас один от Сигма-Скрефа. А? Да. Можно сейчас в этом посмотреть. Окей, теперь вопрос, когда же описательное пространство является 2? Извините, когда точка А является 2? Ну, я думаю, кое-как это сделал Голдман. И ответ проходит, что А гладкая точка, если и только если H2 проще и в МОДЕ равно будет. Окей, на самом деле эту группу мы можем явно посчитать. У нас есть выяснительный спон А, который заводится в то же самое, что А0. Изоморсия, А0. РО Сигма-Скрефе. А эта вещь это просто алгебра Ли в центре представления РО. Сигма-Скрефе. Сейчас мы на нибудь эту теорию посмотрим. Ну, как же, как говори, как мы будем перемышлены? Там это точно такое. Там гладкость в каком способе это выгружается? У тебя получается переведенная земель. Если ты смотришь к системе, то есть не патент. Это считается гладкость или нет? В каком смысле гладкость? Ну, вы вместе? Ну, мне кажется, что я считал гладкость у Голдмана, мне кажется, что для него это было бы гладкость. Центр представления это просто все элементы в G, которые коммутируют образом этого представления. Мы хотим, чтобы это было равно 0. если и только если на центре представления конечно. Ну, и если это все просто автомодули мои связаны, то в этом случае просто центр всего представления будет совпадать в центре Голдмана. Я приведу пару примеров. Что это значит в случае АСУРа? Или еще проще АСУРа? Для АСУРа гладкость Точки А относимы к тому, что соответствующие ей представления РО не апельны. Для АСУРа гладкость через скрученных многообразий представлений и в частности отсюда можно увидеть, что скрученное многообразие представлений гладкость. Локальная теория информации для скрученных и не скрученных многообразий это одно. Суть в том, что просто если у меня произведение коммутаторов, например, в случае АСУРа, должно быть все равно минус единицы, а не просто единицы, то автоматом такое представление не может быть апельным. Поэтому все точки гладкость. И аналогичные аргументы работают для АСУРа. Показывая, что скрученные представления, целиком гладкость ему гладкость. Хорошо. Теперь мы готовы определить синтетическую форму. Опять же, если я гладкая точка, то у меня есть... А, ну давайте начнем размеры. Я тогда определил по счетам, то тогда H0 от Сигма над Е и H2 равномерно, как мы уже обсудили. И размерность H1 от Сигма над Е, которая равна размерности, это полка деления, размерности магиумной многообразии, она оказывается равна... А почему скрученная гладкость? Ну, для СУРа, например. Я сказал, что гладкость, обносимая на АСУРа. Вот. Скрученная многообразия дается наборами из 2-жей матриц, таких, что и произведение, а и по и равно минус единице. А, единица? Единица. Ну и неприводимость, наше последнее я даже непривлядно. Можно увидеть, что среди скрученных представлений Грассоин все они будут уходить. Вот. Размерность пространства H1, которая просто касательное пространство к нашу лоногаброзию, то есть размерность лоногаброзии легко почитать, потому что оно просто равно Хи от Сигма-Ж умножить на размерность лоногаброзии. Вот. Дело в том, что, поскольку H2 равна миллион, то эта размерность то же самое, что Эйлерово характеристико комплекса драма, соответствующего его представлению, минус. Да, да, минус. То же самое, что Эйлерово характеристико комплекса драма, не зависит от представления норма. Я могу взять кривиальное представление, в котором все гомологии будут просто гомологии в моей сфере с ручками, умножить на... вот. Эйлерово характеристико комплекса драма не зависит от представления норма. Объявляется так. Я беру моё показательное пространство. Беру его показательную программу. Мне нужно определить отображение отсюда с... Я поделаю отображение отсюда в H2 от Сигма с невероятными коэффициентами драма. А эта штука просто из замок M. То есть, и если я такое спаривание поделю, оно будет кост-симметическим, то я получу билейную форму. Потом нужно будет проверить, что оно замок. Я делаю два ряда. Вначале я делаю внешнее произведение на Сигма форму H2 с эффекциентами от Е с эффекциентами от Е а потом... Это я сделаю внешнее произведение формы. Галочки. Галочки. А потом я применяю форму килинга на моей алгебрии, чтобы 0% одного поделать а потом тачка галочки. Такая композиция мне сдается лучше. в килинг и теперь я готов доказать формины. Сейчас мы приступим к формуле. доказать формины. А А вкусть на G это один вариантная мера на G, которая соответствует своей форме килинга. И я определил отображение ню из G2G, просто букву EG, которое является взятием произведения коммутатов. A1, B1, M1, A1, B1 и так далее, AG, B1, равно произведение коммутатов. Теперь я коммнирую факт. Общий факт из теории меры, который называется дезинтеграцией меры. Я его конкретно для этого отображаю. Значит, факт. Существует семейство мер. Ну, H на прообразах мю минус 1 от А. H. Такое, что из любой измеримой функции альфа из G2G. Верно, что ее интеграл схожая 2G. DA1, 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 DA1. Правильно. Ну, этот интеграл можно взять хитрым образом по частям. Ее можно проинтегрировать сначала по слоям с помощью меры ню а, по слоям отображения ню. А потом можно проинтегрировать по пальцам. Формула выглядит так. Интеграл по G от интеграла слоям ню минус 1 раз. Вот. Альф, 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 альф. Ну, это общий факт хитрым и медведь. Ну, если он выглядит довольно естественно. Альфинист, как сказать, теорема. Увиден только для расследения. Ну, да. Если я возьму точку здесь, которая имеется регулярно для отображения ню, тогда я могу взять форму объема здесь, форму объема здесь и поделить. Тогда я получу форму объема, которая создает мою ню альф. Локально. Т.е. локально она, регулярная точка, действительно, создается формой объема с самого места. Вот. И теперь я сформулирую теорему, которую я не буду доказывать. Это уже более, более серьезное исключение. Значит, первое, это очевидное наблюдение, что не ваша же инвариантная мера. А, извините. Давайте я теперь рассмотрю действие... Давайте я рассмотрю мое отображение μ, и я рассмотрю действие группы ЖС напряжения. Оно сохраняется слоями. И утверждается, что неры ню альф, которые я поделил на эти слои, уже инвариантны. Ну, если H в центре держит, нет? Нет, это вообще все будет. То есть, вот сейчас H-аттенкатор, который он уже знает, которому я отражен быть используем, а H это произвольный элемент группы ЖС. Ты сопрягаешь, я понимаю, хорошо, ты сопрягаешь все элементы. Да. Как помодатор тоже сопрягается. Да. Туда сопрягаются. Нет, это нервно. Пока... Нет, пока... Этот прообраз-меладж, он действительно будет... Он пока... Я пока ничего не сказал про то, как он соотносится с... Действие, оно... Сопряжение там и там, оно сохраняется здесь. А, я понял. Нет, а здесь я хочу... Я сопрягаю только... Только мои два жена. А там ты сопрягаешь результат. Нет, у тебя слои просто переставляются, если нужен образ, или вот так. Да. Ну, у тебя отображение... Вы такие варианты относительно сопряжения... А, окей, да. Да, хорошо. Я, наверное, хочу сказать далее. Я хочу сказать, что если... А, что нельзя... Окей, да. Давайте так. Тогда оно оставляет... Тогда сопряжение будет освоиться в условии. Вот. И утверждение теоремы такое, что... НюАЖ-Жен варианты, следовательно, НюАЖ... Сдаёт меру... На факторе... НюАЖ-Жен варианты, следовательно, НюАЖ... Это 2.5 помм. равна омега... Веймар-НюАЦ. А, 2 точка. Вот. Я рассказываю доказательства формулы États на поле акционного Мури. Ну, у него есть довольно толстая кучка к секциями, но, в соответствии, теорема у него довольно изначально убитана, но довольно сложная. Оно использует включение RadeMaster'а на комплексах DRAM. Мне кажется, что его можно сделать как-то проще. В любом случае это локальное выхлаждение. О том, что эти меры совпадают с симметрической формой объема, это надо проверять отдельно в каждом. Нельзя это как-то сказать так, что поскольку иначе все конструкции естественные и все такое, то это тоже должно быть? Ну, грубо говоря, так оно и есть. Но там нужно будет перейти от такой бесконечно умирной модели, ну, обычной, как называется DRAM, к какой-то комбинаторной модели. Ну, то есть, ну, мне кажется, что она не очень сложная, мне кажется, что ее можно делать проще, чем делать глубже, но... Смотри, в гладких точках, я должен точно доказать Рэн. Да. В гладких точках, у тебя есть изображение, ну, так сказать, более-менее явно записывать. Да. Я согласен. На каждом столе, как мы. Я даже пытался записать, но я думаю, что у меня просто и факт времени. Значит, мне осталось совсем немножко, и мы спея спорили какой-то один вид. Ну, наверное, мы сделаем релик или закручиваем. Я правда не... ну, т.е. характер. Пусть J спичка, это всеми приводимы представлениями. Но брилианда, или G, это брилианда, всеми приводимы представлениями. Для каждого неперодимого представления его характер это посчитанное на элементе h группы Ли это просто след лямбда от h, след соответствующего юма значит лямбда это отображение ежевцы ну и ключевой факт, что все эти характеры для лямбда прибегают все несоводимые представления образуют L2-базис в пространстве в пространстве рейн вариантов функций на группе Ли я считаю рейн вариантов функций на группе Ли или ежевцы функций, которые варианты имеют в себе в самом характере конечно не имеют а что это значит? значит то, что любую ежевая реантов функцию можно разложить по футбе сейчас вносит любой f из L2g рейн вариантов функций имеет место продолжение в футбе f подсчитанное точкой g равна единицей на объем g сумма лямбда по всему поведению представлению характер рассчитанных в точке g и на интеграме, который является коэффициентами фурии для протажа и лямбда атака минус 1 для лямбда интеграл протажа ну это полный аналог создания фурии функций на окружности для функций на окружности здесь обычно пишут лямбда 2g характер это sinx а вот эти штуки это коэффициент это ну и наконец мы будем вычитать объем да я забыл важное дополнение к этой теории ключевое, на самом деле, имеете в виду значит эта мера равна теоретической мере и отсюда следует то что интеграл по от 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 на объем G на объем моего геометического моего мегабардика-серкласса. Почему это верно? Потому что в регулярных точках, помните, мы с вами обсуждали то, что центр всего представления совпадает с центром уровня. Это значит, что группа G по центру G, фактор по центру G действует свободно на регулярных точках моей представления. Это значит, что почитать объем этой штучки и почитать объем фактора, если я почитаю два фактора, то эти две штучки будут отличаться в точной вке на эту точку. Уже по центру G. На объем этой штучки какой-то есть свободно. Понятно? Да, теперь я вычисляю объем. Значит, обозначим F от G. Это интегратор мира одного слоя. Мира D и G по... Сейчас, подожди, насчет этой формулы. Когда ты действуешь с этими приближениями, то у тебя же H не на месте. Да, да, да. Я договорился, что эта теорема верна только если H, это центр. А, если H, C. Так, обозначим F от G, это просто мер одного слоя. Это упражнение U, которое берет... А, G-дважение U, которое берет коммутатор. И в силу этой формулы, мне достаточно... Моя цель это посчитать F от G. Но, на самом деле, это вычисление, которое я сейчас приведу, посчитает мне F от G. Тем не менее, я буду считать F от G. Я написал у нее формулу, вот эту формулу, разложение F. И вообще это тоже самое, что это? Ну, как бы... Ну, это... То есть, F у меня была только в формуле F. Да, я применяю формулу Fourier для F. А, а... И в формуле только была эта формула. А, окей, записываем формулу Fourier еще раз. Значит, это единица на U, G. Сумма F от G на инкограмм. Сейчас F от G. Ф от G. А все не приводим к представлениям. Инкограмм позже. Это равно... Так, извиняюсь, это большое. Сколько папа для меня большое? А большое это мера слоя. Смотри, сейчас я там... Инкограмм. 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 Я покажу, что H. Я покажу, что H. Окей, теперь я пишу, что HF от A. Сортомера слоя, то есть это еще один интеграл. Вот этот самый. Mu-1 от A. Теперь это му-1 от A. Под H. И ляда композиция с ним, минус первый, dN, dH. Это пока было определение, я просто выписал определение на эти основные измеры. А теперь я использую свойства нюанса, потому что оно является дезинтеграцией меры. Я могу записать этот интеграл по базе и затем интеграл по слою, как интеграл по GFT-передвозу. Единица объем G, сумму по всему приводим к представлениям. И я наблюдаю G. Ой, извините, вот эта вот цель G, это на самом деле единица. Или я... нет. Окей, значит я заменяю эту штуку, на интеграл по всему уже 2G. Что же я буду интегрировать? Я буду интегрировать хилянда, вот мы будем на сцене. То есть хилянда от произведения коммутатора. ДА1, ДДА1, ДА1. Ну и этот интеграл берется с помощью каких-то элементарных свойств характера. И это, давайте, давайте, этот интеграл мы можем брать, ну вначале, например, все проинтегрировать только под А1. Давайте это и сделаем, все проинтегрировать под А1. Ну а точнее только вот этот вот интеграл 1 для фиксированного характера, для фиксированного лянда. Итак, я хочу посчитать интеграл по G, Т лянда от произведения коммутатора, только по DA. Ну и то же самое, что... Давайте я то же пишу... значит... А1, b1, a1, b1, 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 b1. Всё просто спешу и дальше определение коммутатора i, b, i по i от 1 от 2. Я выглядаю, что это то же самое, что хиллянда от b1 в минус 1 на произведение коммутаторов от 2 до 1, от 2 до 2 умножить на хиллянда от b1 и умножить на объем g на хиллянда, приблизительно хиллянда от 1. Этот переход, он верен в силу такого свойства фроракции. Такая формула, хиллянда от h а, h минус форму b, odh, этот интеграл вычисляется и он просто равен Объем g на хиллянда от 1 умножить на хиллянда от а 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 Да, понятно. Значит, я хочу, вообще я хочу вычислить вот этот интеграл, да? И вначале я вычислить только кусочек коды а1. И я записал то, что хиллянда от крыльяных коммутаторов, в нем я обращаю внимание особенно на первый коммутатор. И он имеет такую структуру, он имеет структуру хиллянда от h а, h минус 1 b и я в качестве коды а. В качестве а у меня выступает а1, это вот h. Это какая-то штука и все оставшееся это какая-то инфекция. И вот такой интеграл он берется, это какая-то известная хиллянда от а, т.е. хиллянда от b от 2 умножить на хиллянда от b, т.е. хиллянда от предельных коммутаторов от 2 даже и умножить на вот это на 2. Это можно объяснить последний, ну вот этот самый дешевый? Ну я понимаю, я на самом деле, я не могу любить это. Я согласен. Когда я считал это доказательство, это было для меня тоже потом в мешке, но в любой точке это какое-то очень базовое свойство характера. А там есть какая-то формула характера были? Это не она? Ну да. Или это частный случай, не могу выбрать себе? Ну это я не совсем уверен, но это вообще интересно. К сожалению, там вроде сейчас еще один не нравится из шарки для спорации. Так, я сумел посчитать интеграл по dA1. Теперь давайте посчитаем интеграл двойной по dA1 или dB1. Ну то есть вот этот интеграл только по первым двум переменным. Вот я хочу посчитать вот это. Я написываю то, почему я пришел на предыдущем шаре. Объем G посиделит на хиланду от 1. На хиланду от… Извините, интеграл хиланду от b1. На хиланду от b1. На хиланду от b1. Нажмите, интеграл под b1 от b1 от b1 от b1 от b1 от b1 от b1. Интеграл кода A1 я уже прочитал в прошлой части. Осталось почитать интеграл того, что у меня получилось, под dbL. И выглядело, что это равно... Теперь у меня... Я еще раз умножаю на объем G9 на H1, в итоге у меня уже эти штуки в квадрате. Умножить на H1 от произведения коммутаторов из двух дворей. И вот это равенство, оно опять же следует из еще одной волшебной формулы для характера, которая на этот раз записывается так. Интеграл от H0 от G умножить на H0 от G-1 BDG равен объем G на H1 умножить на H0 от G. У меня было B, B-1, я просто убил. Осталось H0 от произведения коммутаторов от двух за G, и вылез еще один раз. Окей. Но обязательно, что я почитал весь интеграл. Потому что я сумел почитать часть по D1 для B1, и по эдукции... Это часть экономичная. Потому что что ты читаешь два произведения, это та функция, которая справа с конкретной функцией H0. 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 Х0. H0. 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 ну и я отмечу этот пикерям до от единицы на самом деле просто одна размерность представления да, то есть объем моего слоя f от единицы это он будет даваться до этого пункта то есть если я все это выкушу, то я получу формулу пикера, которую я выкушу я думаю, что есть... мне кажется, что 18-30, да? а, окей, когда мы сделаем билеты, я о чем буду прекратить? я думаю, что если я буду остануть параллельников, то мне понадобится не так много времени я думаю, что за 40 муки, то лёгкий, аруминиевый, да? если кто запущен в эту сторону, то есть, если кто-то запущен в эту сторону, то есть, если кто-то запущен в эту сторону так я сказал, что сейчас 20, да? то сейчас 20 часов тогда так сложно до сих пор мы заклинаны